Всем привет, ребята! Меня зовут Джон Доу, и мы продолжаем проходить... А, всё, катсцена уже прошла, да. Продолжаем проходить Horizon Forbidden West, я вам кое-что расскажу. И забавные тут новости всплыли. Помните вот эти вот красные пятна, которые появились на лице Элой? Так они появились не просто так. Так, оказывается, они появились потому, что это на самом деле ожоги, появившиеся после того, как мы с вами очень долго путешествовали по пустыне. Вы только подумайте, ни хрена себе, да, как они это дело всё проработали. И как бы, да, и потом они исчезают, эти ожоги. Если будем путешествовать снова по пустыне, то ожоги снова появятся. Короче, классно сделали, там ещё много всяких деталей. Можете потом их почитать где-нибудь там на новостных сайтах. И ещё один момент. Тут вышел патч, и, короче, кажись, это то, что я ждал. Вот, ребят, кажись, то, что я искал. Получается, можно вырубить анимацию подбора какого-то ресурса. А то задалбливает подбирание всех этих травок, веточек и так далее. Это меня жутко раздражало. И вот, кажись, они это всё дело поменяли. Сейчас проверим, конечно же. Тут просто новый патч был же. И нам... И нам, по идее, сюда. Давайте посмотрим. Поищите выход из тоннелей. Постойте-ка. Это новые тоннели, да. Здесь я ещё не был. Получается, только вот такие анимации работают, где нужно кнопку держать очень долго. Это обычно или сундуки, или какие-то анимации в стиле, там, взорвать огне жар. Вы понимаете, да? Наверное, нам куда-то сюда. Давно не играл в Horizon, очень соскучился. Они должны были остановить разрушение, которое привели к годам пепла. Боже, на то. Ну что, это пошло не так. Нет, ребята, не то. Барра. Похоже, она идёт на поверхность. По ней содержимое той установки попадает в башню. Наверное, мы под ней. Не будем тут задерживаться, да? Нет боеприпасов? Почему? Боеприпасов мы всегда наделаем. Я тебя не спрашивала, ты сама из этих краев? Нет, не из этих. Я почти всю жизнь жила далеко на востоке. О, значит, мы обе путешественницы. Ну, вроде нам куда-то сюда. Очень сложно найти выход. Тут внизу холодно и сыро. Ну-ка, давай сюда. Вот и подъём. Хотелось бы проверить тему с анимациями очень сильно. Вон, смотри. А вот, даже сейчас проверим секундочку. Да, ребят, всё, они это убрали. Молодцы. Вот, разработчики молодцы. Прислушиваются к Диминому прохождению. Да, я понимаю, что это не только у меня такая мысль появилась. Ну, фрагмент кода. А, забыл показать. Ладно, сейчас покажу, потому что там неинтересно это всё. То есть, ну нахера? Всё, кому надо, читайте. Там обычно всякая херня написана. Вот просто теперь даже как-то приятнее всё собирать. Вот почему сразу не додумались? Вот серьёзно говорю. Порой разработчики слишком переусердствуют. Я делаю то, чего делать в принципе не нужно. Без этого можно обойтись. Наверное, это полигон Плющ. Надеюсь, там мы найдём все ответы. Вот так. Тихо. Сейчас будут машины. Будь настороже. Ого! Брою! Ещё одна машина! Она что, невидимка? Смерто-крыл. Чтоб попасть на полигон, нужно разобраться с машиной. Ты со мной? Понял. Дамаг не очень, понятно. Всё по классике. Он исчезает, да? Ни хрена себе. Ну, красивый, красивый машина. Ха-ха-ха-ха. Вот, её улетимое место! Подожди, я не вижу как бы её. Тихо. Вау! Не получилось, да? А, закончилось всё. Ну, классно. Всё как обычно. Нормально живём. Активируем нашу способность. Да что такое? Сейчас, секундочку. Знаешь, что я хочу ещё сделать? Какие там у неё, это, слабости? От огня. О, у меня есть такая штука, точно. Куда биться? Сюда. Пора поторопиться, вы. Ух ты, ёптать. Получил. Это просто имбопуха, слушайте, которая у меня. Бежим. Ну и гадость, а, слушайте. Ну, классно сделанная. Внешне машинка такая прикольная. Ловушки, слушай, точно. О, хорошо было, давай ещё. Да, зараза. Постоянно меняет фазы, слушай. Вот зараза, а. Так, давай сюда. А теперь я сделаю вот так вот. О, хорошо. Стоять. Получилось, отходим. Это нужно было сделать, ребята, чтобы такой удар провести, чтобы взорвать те стрелы, которые я прилепил. Быстрее. Бежим. Где она? Бежим. Вот зараза-то, а. Капец, ну прикольно сделанный босс, да? Меня что-то прям вкатывает, очень классно. Я их перестреляю. Скотина. На тебе под хвост, скотина. Во, хорошо, ещё. Вышло неплохо. Получилось. Фух. Это потрясающе. Класс, мне понравилось. Но у неё металлический цветок. Ты помогла мне. Теперь мы сможем попасть на полигон плющ. Чё-то мне вкатил этот бой. Прикольный босс. Конечно, да, тут есть что дорабатывать. Искусственный интеллект, ребята. Вот, вот только он подводит. Ну, а так, внешне мне понравилось. Драться понравилось. Понравилось, что фазы он меняет. И, то есть, разные стихии использует. Ну, типа, так прикольно. Он не сложный, но такой прикольненький. Вполне себе. Тут должны быть полезные для нас данные об адамантовом венке. Твой визор увидит то, что мой не сможет. Накорми весь мир. Любая, достаточно развитая технология неотличима от магии. Считается, что секрет этой магии можно постичь, что каждый может сорвать покров и увидеть все тайные зеркала. А я вот до сих пор не представляю, как мы творим своё научное колдовство. И дело тут не только в скорости реализации проектов. И не в стабильности результатов, вопреки всей сложности биоконструирования. И даже не в огромном разнообразии культур, которые мы делаем устойчивыми к жаре, засухе и вредителям. А в том простом факте, что мы получаем осязаемый результат. Не статьи в научных журналах. Не цифровые модели для прогнозирования. Наши исследования дают вполне материальные плоды. Четыре года назад у нас была только мечта и заброшенная промзона. Теперь здесь стоят бесконечные ряды сельхозмодулей АСФ, позволяющих редактировать генетику на ряду. Самое настоящее поле. Роботы анализируют состав почвы, интенсивность освещения, температуру, скорость ветра и сотни других факторов. А потом, используя созданные нами генные цепочки, выбирают или конструируют растения, наиболее подходящие для данных условий. Разумеется, выращивать их и собирать урожаи тоже рекомендуется с помощью машины АСФ. Но какое правительство откажется использовать наших роботов для ускорения процесса, особенно в условиях голода? Мне должно быть стыдно? Я должна сожалеть о том, что Тед Фара наживается на голодных и нуждающихся? Возможно. Но ведь именно его убеждения, деньги и целеустремленность накормили мир. Испытывать нужду могут только живые, а мы помогаем им сохранить жизнь. Наш труд, ресурсы Фара, Триумфы науки. Вместе мы изменили мир. Ого. Это любопытно. Что ты нашла? Четвертый полигон. Ива. Похоже, он под водой. Хм. На консоль еще работ... Хм. Надо будет туда заглянуть. Так консоль еще работает, или надо туда еще заглянуть? Ты определись. Да, надо все продавать, короче. Там накопилось уже этих вот слитков. И еще журнал. Конец. Во всех смыслах. Винки работают. А Кавилл придумал, как их можно уничтожить. Загрузка ключ-кода в исходную оболочку вызывает выработку фермента, который заставляет винки пожирать себя. Но. Слишком поздно. По расчетам командования роботами, скорость роста Роя на 375% превышает ту, что мы сумели бы сдержать. Ничего не выйдет. Я... Думаю, мы это заслужили. Я заслужила. За то, что сделала тут. Это моя последняя запись перед эвакуацией. Так, все их усилия были напрасны. Они не успели. Зато у нас есть разработанная ими программа. Теперь сможем убирать стебли металлических цветов. Чтоб загрузить программу в копье, нужен верстак. В нашем лагере есть. На карте указано, что есть проход через следующую комнату. Ну, вот сюда. Стоп, что-то еще есть? Марьяна на офисе уволена. Из письма Марьяны. Я сожалею, что мне приходится уходить. Я разделяю твои сожаления, Марья. Ты была отличным заместителем, но ни один человек не может быть выше команды или проекта. Я пришла творить жизнь, а не разрушать ее. После всего, чего мы достигли вместе, я не ожидал от тебя такой недальновидности. Да, мы сменили направление исследований, но преобразование биомассы ничем не отличается от сажения дров или перегонки спирта. Это всего лишь метод высвобождения солнечной энергии, накопленной живыми организмами. Да, у этой технологии есть военное применение, но это не является логичным моральным аргументом против преобразования биомассы как такового. Проще говоря, самый печальный аспект жизни сейчас, то, что наука собирает знания быстрее, чем общество набирается мудрости. Айзек Азимов. Для нафиси закончить письмо цитатой открытая грубость. Личный выпад. Глупо, я разочарована. Если я и грустила по поводу ее ухода, то теперь от грусти не осталось и следа. Желаю ей удачи на новом месте, каким бы оно ни было. Но оранжерея станет только сильнее. Избавившись от подобного узника мышления, я подведу итог еще одной цитатой, которая намного лучше подходит к обстоятельствам. Ничего в жизни не надо бояться, надо только понимать. Настало время понять больше, чтобы меньше бояться. Мария Кюри. Что-то вот здесь. Мы можем спуститься по веревке. Ну догоняй. Вот смотри, как классно сделали. Да, то есть бежишь, она вот как вот в Элден Ринге. Вот о чем я и говорил. Это прям хорошая идея. Наконец-таки она пришла им в голову. Как я рад. Просто вот игра стала еще лучше, действительно. Благодаря вот такому маленькому изменению. Но нам надо спешить. Когда мы встретили отряд дико... Сейчас, секундочку. Особое снаряжение. И вот, да. Подожди-ка секундочку. Что-то могу прокачать. Ну только вот это вот, да. Что у меня уже тут было. Ну давайте просто ради прикола пусть будет. Потом вот здесь. Что просто не отображалось. Осколок зеленца. Кстати, тоже материал, да, для прокачки оказывается. Вот еще. Прокачали на максимум. Ух ты. Улучшено три оружия. Прикольно. Хорошо. Значит, все остальное тоже будем качать. Улучшение одежды. Что у нас тут? Это не качается. Ни хрена. Что не хватает здесь? Да, все как положено. Здесь что-то можно прокачать до максимума, да. Рог гребни-рога. Хорошо, пускай будет, господи. Угу. И еще здесь еще, гляньте. Какая прелесть. Ну здесь не хватает, да. Ладно, изготовление ловушек. Что-то еще могу сделать вот здесь, во-первых. И вот здесь. А, не хватает. Печалька, печалька. Ладно, изготовление зелий. Тут ничего не хватает, как обычно. Да, что-то прям совсем печально все у меня. Лейтенант, что теперь? Теперь идем в центр данных. Как я говорила, все не верится, что ты одна победила всех солдат. Но нам надо спешить. Когда мы встретили отряд дикарей, лейтенант запросил подкрепление. Оно может скоро прибыть. Ясно. Я надеюсь, вы прочитали, да, что написано, чтобы я время не тратил, пока они разговаривали. Новый лук, охотничий лук берсерка. Нифига себе. Кристальная оплетка. Подожди-ка, подожди-ка. Что это за лук берсерка? Мне просто интересно. Для одного из ваших охотничьих луков доступны охотничьи разъяряющие стрелы. Попадание таких стрел вызывает у людей и машин состояние ярости. В этом состоянии враг атакует ближайшую цель, независимо от того, дружественная она или враждебная. Ослабляйте своих противников, заставляя их драться друг с другом. Ух ты! Тик-тик-тик. Вот этот самый лук. Охотничий лук берсерка. Ну давайте его поставим. Почему нет? Подожди, спираль заменить. Что можно поставить сюда? Повышение эффективности отбивания внешних ресурсных деталей. Не действует на броню. Хорошо, ладно. Давай установим, как взять. Выбрать. И поставим вот сюда. Вот тот самый лук. Да, видишь, что тут есть? Просто прелесть. Вот такая вот хреновина. Для одних из ваших охотничьих луков доступны охотничьи отмечающие стрелы. Цель, пораженную такой стрелой, в течение определенного времени атакуют перехваченные вами машины. Ага, понятно. Вот, да, я понял. Хорошо. Прикольная штука. Нужно именно ходить по котлам и... Как оно? Получать данные для перехвата. Хорошо. Нам туда. И вон тот самый металлический цветок, который мы теперь сможем вскрыть. Прелесть какая, а? Надеюсь, новый модуль сработает. Что там нужно сделать? Ага. Цветок распускается. Посмотрим, работает ли программа. Стебли. Они распадаются. Дверь открыта. Это вроде было, да. Ой, не то. Простите, пожалуйста. Пора вернуть Диметру домой. Диметра. Пора идти домой. Геи. Элизабет Собак. Альфа Прайм. Активирован главный блокиратор. Идет восстановление кода функции Диметра. Что ты сделала? Мой визор никогда так не сбоил. Я нашла особые данные. Ты не сможешь их прочесть. Они крепко держались за центр данных. Но теперь у тебя есть доступ к основному серверу. Целиком. Там ты что-нибудь найдешь. Ты была права. Тут сотни архивов. Почти все посвящены агрономии. На изучение у нас ушли бы годы. Но у нас нет столько времени. Ты говорила, мы стремимся... Альфа! Не стреляйте! Остановитесь сейчас же! Именем легенд! Вот! В кого вы стреляли? Дикарка убила наших солдат! Они первыми открыли огонь. И она не дикарка. Она дала мне нужные данные. Ну, посмотрите! Не видите? Перед вами Элизабет Собек. Возрожденная легенда. Искатель, мы сопроводим легенду. Это легенды командует нами офицер, а не наоборот. Приносим извинения, доктор Собек. Вера нашего народа сильна, но среди нас находятся недостаточно сведущие в наследии. Вы слышали, Искателя? Данные найдены. Вы двое со мной. Остальные, отправляйтесь на берег. Мы вернемся в причал. Давай быстрее. У них будет много вопросов. И у меня. Твой народ много знает о прошлом. И, похоже, о Собек, но... Прошу. Я должна знать. Ты сказала, мы с тобой стремимся к одной цели. Она уже близка? Точно не знаю. Пару месяцев. Тогда ты наша главная надежда. Поспеши же к цели. Ты на многое открыла мне глаза, и за это... Спасибо. Но тебе пора. Еще увидимся. Мы возвращаемся в причал наследия. Тебе опасно появляться там. Скажи, как тебя найти, если что. Наш причал на северо-востоке затонувшего города. Вокруг островов сильное течение, и подойти к ним можно лишь с юга. Но там охрана. Лучше не приходи без нужды. Искатель! Долго еще? Прошу. Уходи. Боюсь, если мы задержимся, они захотят увезти тебя с нами. А это добром не закончится. Лучше послушаюсь, Альва. Да и надо отнести Диметру к гея. Но перед возвращением мне стоит осмотреть эту местность. Теперь я смогу использовать стеблерез на других металлических цветках. Ну, это понятно. У нас там есть места, где эти металлические цветки имеются, правильно? Но мы пока отсюда все же свалим, и сразу вернемся вот туда. Вот получается вход. Рады снова тебя видеть, Элой. Кажется, ты принесла Диметру. После слияния с Эфиром, Посейдоном и Диметрой, мои вычислительные мощности значительно увеличились. Теперь я смогу поглотить Гефеста. И, к счастью, нам удалось составить план по его поимке. С помощью Варла, Бета проанализировала все доступные данные о Гефесте. Он распределен по всей планете. Канал лучевой трансляции не справится, а ядро, которым ты пользовалась, его не сдержит. Поэтому его нужно подключить ко мне напрямую в особом месте, где есть два ядра данных. Два ядра? И где мы найдем такое место, Близнецы? Это заброшенный котел. В пустыне к западу отсюда. Сейсмическая активность нарушила его структуру. В итоге было создано два ядра данных. Я бывала там. Тенакт сделали его вход каким-то ритуальным местом. Придется отнести тебя туда. Я разработала чертеж подходящего носителя. Устройство крупное. Но два человека смогут отнести его к котлу. Я помогу. Как только я займу первое ядро, я вызову Гефеста в другое и... запру в нем. Затем я начну слияние. Однако, в создании носителя мне понадобится существенная помощь. Сможешь сделать? Наверное, смогу, но это все напрасно. Зениты вас найдут. Минерва не сможет скрыть вас в котле. Это верно. Поглощение Гефеста создаст мощный импульс, который будет легко заметен на их аппаратуре. Может, устроим несколько импульсов и обманем зенитов? Если Эрэнд, Зо и Каталла пойдут в другие котлы и создадут там похожие импульсы, это скроет сигнал из близнецов? Анализирую. Эта тактика может сработать. С помощью бета мы построим набор переносных импульсных генераторов. Говорю вам, это не сработает. Я проверила. Гефест удалил из модуля доступа протокол допуска Альфа. Вам его не захватить. Значит, нужен допуск посерьезнее. Но такого не... Допуск Омега Тедефару. С ним он стер базу данных Аполлона и убил всех Альф. Но он хранится в его секретном бункере. В Фивах, где он спрятался от конца света. Никто не знает, где это. Даже зениты. Известно только, что он был где-то в Сан-Франциско. Возможно, этого хватит. Альфа, искатель Квен, сказала, что ее племя построило лагерь в причале. Они оттуда ходили за данными в Сан-Франциско. Она сможет нам помочь. Придется идти на Дальний Запад. Пока меня не будет. Ты сможешь собрать носитель и генераторы? Попробую. Я найду все нужные детали. Альфа сказала, что у Квен на побережье есть паром. На нем они плавают в Сан-Франциско. Нужно найти его. Что там у нас по уровню? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. 25-й. Элой, мне удалось открыть еще одну комнату рядом с сервером. Хорошо. Вы достигли 25-го уровня. Это приятно. А какого уровня это новое задание? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. 26-го. Я думаю, в самый раз мы туда и пойдем сейчас сразу. Только поговорим со всеми, как обычно. А, да, еще кое-что. Инвен... А, нет, задание. Ой, нет, нет, навыки. Что качать будем? М? Ребята, давай, наверное, сейчас здесь. Может, что-нибудь прикольное все же есть. Не хватает очков. Лук воина. Веерный залп пятью стрелами выбранного типа по горизонтали. Чем дольше вы удерживаете кнопку, тем меньше разброс. Расходует средний объем оружейной выносливости. Хорошо, пока не надо. Че это такое? Град ударов. Подожди-ка, быстрая зарядка копья мощным финальным ударом. Ага, понял. А здесь что? Цели дольше остаются заряженными. Ух ты, ну давайте, хорошо. Привет, Гея. Это я. Вижу. Какие у тебя планы? Страна, а что с субтитрами внезапно стало? Наши успехи. Теперь, когда эфир, Посейдон и Диметра с тобой, биосфера уже лучше? В этом регионе условия улучшились. Аномальные бури стихли. Большинство водоемов очистилось, а почва вновь стала плодородной. Всё это позволит природной среде продержаться на несколько месяцев дольше. Ну, если нам повезёт. Скоро у тебя будет и Гефест. С ним ты сможешь восстановить биосферу, правда? Верно. Я смогу разработать и произвести новых роботов, которые сумеют ликвидировать нанесённой планете ущерб. Все эти данные, что я нашла в древних бункерах и руинах... Никогда не думала, что кто-то ещё сможет их увидеть. Согласно моим наблюдениям, твои спутники часто обращаются к тем материалам. Эрэнд неоднократно спрашивал о вечеринках на день рождения. Его озадачил обычай подавать в этих случаях сладости. Потому что он идёт в разрез с обычаем Азирам подавать крепкий Эль. Также он предложил устроить сюрприз-вечеринку именно для тебя. Пожалуй, обойдусь. Так я и предположила. А Каталла уживается с остальными? Вполне. Хоть и предпочитает оставаться в одиночестве. Он систематизирует данные о развитии боевых машин и серьёзных битвах времён Чумы Фауэра. Чтобы более детально воссоздать полную карту Операции Свобода. Думаю, он намерен изучить тактику боя древних армий. Интересно взглянуть. Кажется, он считает это личным делом. Он настойчиво отклоняет мои предложения помочь в исследованиях. Бета убеждена, что мы не сможем захватить Гефеста. Думаешь, с таким отношением она сумеет собрать носители-генераторы? С ней нужно поработать. Но с моей помощью у неё всё получится. Я её не понимаю. Она уверена, что нам конец. Она не похожа на... Ту, что я представляла. Может, ей лучше остаться здесь и не ходить в близнецы. Мы должны захватить Гефеста. Пробежимся по плану. Как пожелаешь. Бета провела испытания и выявила, что Гефест не откликается на ваш допуск Альфа. Именно поэтому ты должна найти допуск Омега Теда Фару. Да, в его личном бункере, Фивы. Пока ты этим занята, я помогу Бете создать устройство транспортировки и генераторы импульсов. Вы должны перенести меня в близнецы и установить на одно из ядер котла. Второе ядро для Гефеста. С допуском Омега вы сможете его захватить. И потом ты его поглотишь? Не сразу. До слияния вы должны будете вручную очистить Гефеста от вредоносного кода. Сколько на это уйдет? Я еще не закончила все расчеты. Но предполагаю, что несколько часов. А остальные проведут отвлекающий маневр с помощью генераторов импульсов? Верно. Каждая из них займет свою позицию у котла и запустит устройство. Волна энергии должна скрыть наши действия до завершения слияния. И тогда у нас будет все, чтобы победить Зенит. Неплохой план. Понял. Мы все умрем. Целы еще несколько часов все это делать. Вы представляете, надо бы хана. Вы что, издеваетесь? Меня удивляет одно. Как Тед Фаро смог создать допуск уровня выше, чем у Альф? Элизабет оградила проект от его посягательств. Вероятнее всего, он поручил своим инженерам создать лазейку в систему нового рассвета. И скрыл это от Элизабет. Моя предшественница вообще не знала об этом, пока Тед Фаро не уничтожил базу данных Аполлона. Это уязвимое место проекта. И с его помощью мы захватим Гефеста. К счастью, благодаря сведениям от Беты, мы знаем, где может храниться допуск Омега. Да, где-то в Сан-Франциско. Ага. Хорошо. Потом О мире предтечь. О, открытие в эпоху предтечи. А, Саня, о близнецах давай. Значит, в близнецах два ядра. Не видела таких котлов. Ты упоминала сейсмическую активность. Когда моя предшественница создавала тот котел, строительству помешала серия землетрясений. Ядро данных было уже закончено. Но в итоге весь объект сильно пострадал. И, она начала заново. Так появилось второе ядро. Однако, после повторных толчков, она бросила строительство. Повезло нам. Толчки продолжаются? Нет. Но из-за них и другие объекты в том районе стали работать нестабильно. Лаборатория, где я нашла Диметру, входила в агрономический комплекс Фару. Там они придумали преобразование биомассы и адамантовый венок. Элизабет знала об этих работах. Судя по всему, она была в курсе других попыток победить рой машин. Но всё внимание уделяло только новому рассвету. Логично. Но они же доделали свои венки. Если бы они успели применить их против чумы Фару... С помощью найденных тобой данных, я провела несколько симуляций, и пришла к выводу, что их ожидал провал. Во всех возможных сценариях, боевым машинам Фару удавалось вовремя взломать и отключить венки. Рой всё равно победил бы. Значит, только новый рассвет им мог помочь. В Оранжереи мы нашли много информации о сельском хозяйстве. Как думаешь, её хватит, чтобы спасти земли Квен? Запускаю анализ. Готово. В данных содержится много знаний о новейших принципах земледелия, которые пригодятся племени в перспективе. Но богатый урожай не спасёт весь мир. Это наша задача. Верно. А, вроде всё. Мне, пожалуй, пора. Как скажешь. Береги себя, Элой. А, так вот, что-то с субтитрами странное произошло. Не знаю. То там есть, типа, ну, рамочка, вы видите, то нету. Это видение. А вдруг, в какой-то момент, они перестали понимать. Говорят, ты на запад собралась? Оказалось, надо найти ещё одну вещь, чтобы вернуть Гефеста. Как же всегда у нас всё непросто. Какие у вас тут свежие новости? Зоа попросила меня притащить сюда растения. Ясно, что не для еды. А как по мне, тут и так красиво. Железные стены, простые, но крепкие. Этого достаточно. Зачем тут какая-то зелень? Мне нравится, что нравится. Мы каждый раз приходим, и каждый раз что-то здесь меняется. Это вот прям очень классно сделано. Хм-хм-хм. Ты уже, наверное, привык к Визеру. Теперь я знаю слабые места машин. Это уже кое-что. Вот бы с остальными данными было так же просто. Честно говоря, я и половина не понимаю. А другая половина убеждает, что эту битву не выиграть одним молотом. А я-то силён только в нём. Что ж, значит, пора учиться новым приёмам. Надо ж быть полезным. Будешь, конечно. Ты отыскал что-то интересное? Да, попросил тут гею подобрать мне чего-нибудь. И она нарыла лучшее зрелище в мире. Называется «Спорт». Оказалось, что предтечи любили побегать и побороться друг с другом за очки в разных видах игр. Добавить к этому Элли солёные закуски, половина жилы выстроится в очередь. Что ещё ты узнал с помощью Визера? Я изучал этот Вегас, который ты нашла. Гея показала нам всё, что случилось, пока ты искала Посейдона. А этот Морланд умный парень. Хотя, сунуться в земли тынакт ради каких-то огоньков – это дерзко. Может, стоит их проведать как-нибудь. На всякий. Ага. Мне пора идти. Знаю, что ты скажешь, но помощь точно не нужна. Гея рассказала, что ты нашла новое племя – Квен. Похоже, те ещё гады. Я с ними управлюсь. А Варл пока поможет тебе в подготовке к битве. Береги себя, Эллой. Хорошо. Пошли дальше. Эллой, ты здесь? Уже встретилась с Квен? Пока нет. Ты столько сделала, чтобы вернуть вспомогательные функции. Нечестно, что теперь тебе придётся одной разбираться с Квен. Поверь, так безопаснее. Они вроде как считают, что я собак. Меня не примут. Но вот с другими церемониться не станут. Как скажешь. Если тебе что-то понадобится, дай мне знать. Ты, главное, не отлынивай от занятий, пока меня не будет. Чтобы на меня ополчила Изо, я себе не враг. Кстати, я читал про Теда Фару. Как он убил тех, кто спас остатки мира после того, как он его уничтожил и спрятался. Он был тот ещё мерзавец. Если я получу допуск Омега, и мы вернём Гефеста, то сможем, наконец, нанести удар по Зенитам. Представляю себе их лица, когда на них попрёт целая стая громозевов. Машины будут за нас, наконец-то. Надеюсь, Зоне в обиде, что я тебя отвлекаю от занятий. Ну, не думаю, что тебе стоит об этом волноваться. В смысле? Что такое? Прежде чем Зо узнала, как починить духа в земле, я сказал ей, что Гея могла бы просто сделать новых, когда вернёт себе силы. Когда мы встроим Гефеста, это будет вполне реально. Так я и сказал. Но, наверное, я сказал это неправильным тоном. Она разозлилась. Сказала, что я ничего не понимаю в их отношениях с теми машинами. И да, так оно и есть. И я не хотел плохо отозваться об их обычаях. Просто хотел предложить свежий взгляд. Как ты обычно. Ну, вроде как любая машина — это машина. Да. Видимо, мои идеи пришли с не кстати. Ты не виновата. Не переживай. Ты говорил с Зо после ссоры? Несколько часов оно упрямо хранило молчание. А потом всё же смягчилось. Вроде как. Что мне с ней делать? Откуда знать, что мои слова не приведут к новой вспышке? И вдруг в следующий раз извинений не хватит? Подарить набитое животное? Ты просто отвратительна. А почему ты думаешь, что я разбираюсь в таких вещах? Сам соображай. Снова меня бросаешь, да? Если она меня прибьёт, виновата будешь ты. Пока бета с геей собирают носитель, ты к походу всех подготовишь? Конечно. Что? Ничего. Просто скоро всё изменится. У нас будет гея, и она поможет нам всё исправить. Ни зенитов, ни помешательства. Это будет другой мир. Это прекрасно, но... Интересно, что будет с Нора, и с Карха, и со всеми остальными? Давай сначала закончим с геей. Ты права. Нам ещё нужно победить злобный ИИ. Скайнет. Да. Если что, я с вами свяжусь. Мы готовы. Все научились обращаться с генераторами импульсов. Класс. Теперь туточки. Погодите-ка, сначала нужно забрать то, что я тут заработал. Далее. Элой, я слышала, ты идёшь на запад, за земли ты накт. А тебе знакомы те места? Только по слухам. Утару рассказывают об острове, что лежит у западного побережья. Зовут его островом Шпилий. Говорят, предтечи построили там башни до небес, чтобы жить вдали от наскучившей земли. Будто не хотели помнить, что все мы в неё вернёмся. Звучит очень похоже на Теда Фаро. Как подвижки с духами земли? Кот перезагрузки готов? Да. Но впереди ещё много работы. Гея предупредила, что духи земли объединены в сеть, и поэтому код надо передать им всем. Не все они в Песне долины. За последнее время трое ушли из неё. Соль, Си и До. Их надо искать? Нет. Мы знаем, где они. Но добраться сложно. Соль утонула в озере. До забрался в опасный каньон. Си сломалась посреди стада машин. Ясно. Давай так. Ты пойдёшь в Песню долины и всё подготовишь. А я займусь Соль, Си и До. Давай координаты и код перезагрузки. Отправляю тебе данные. Мы поставили святилище там, где духи заболели. Увидишь их, значит ты на месте. И ещё раз. Спасибо за помощь. Мы избавим твой народ от голода, Зо. Обещаю. В смысле спасибо мы избав... В смысле? А где мои очки опыта? Что за херня? Я уже неделю тут брожу по этим землям и никак не могу получить свою награду. Капец. Ты играла в настольную игру Эранда? В стычку? Это я ему её подарила. Надеялась, это отвлечёт его от грохота, которое он называет дэд метал. Но не вышло. У вас с Варлом всё хорошо? Я про занятия. Всё хорошо. Впрочем, признаю, что иногда неплохо было бы и отдыхать от занятий вдвоём с ним. Но кто тогда присмотрит за Эрендом? Всегда есть катала. Поручить шумного азера мрачный мутенакт? Отличная идея. Но если хотим их выпилить из сюжета, самый лучший вариант. Чем вы тут занимались? Я предложила Бетте перекусить вместе. Думала, ей будет уютнее. Может, она решилась бы спать здесь, а не в тёмном подвале? Она не оценила. Молодец, что пыталась. Без терпения урожай не пожнёшь. Я не теряю надежды. Ты много читала о Тедди Фару? Да, и не могу понять, как человек, который так хотел исцелить мир, мог погубить его ради власти и славы. Его душа пала так низко, что я не знаю, ненавидеть его или пожалеть. Похоже, ты тут над чем-то работала. Силы Геи растут, и я надеюсь исцелить наших духов Земли. Пусть некоторые считают, что о них стоит забыть. Я уже извинился. Твой друг считает, что мы должны заменить духов Земли машинами, которых создаст Гея. Не должны. Они заботились о поколениях нашего народа. Их нельзя просто бросить, как сломанные игрушки. Даже если они просто машины с задачами, нельзя так обойтись с ними в час беды. Я уверена, Варл это тоже понимает. Теперь да. Но сперва я очень на него разозлилась. Вы в курсе, что я вас слышу? Действительно. Варл такой собранный. Его заворожили данные, которые хранились у Посейдона. Недавно мы прочитали о горах глубоко под водой, извергающих огонь. Если я правильно поняла объяснение Геи, это пламя идет из самого центра планеты. Будто бьется живое сердце всего мира. Как всегда, цикл жизни есть даже в самых неожиданных местах. Но, конечно, Варла в основном заинтересовали подводные взрывы. Мне пора идти. Надеюсь, я найду все, что нужно для захвата Гефеста. А потом мне понадобится помощь. Будем готовы. Ты мне мои очки опыта отдай сначала. Тут еще новое место, по идее, открыли. Стоять, не понял. Поговорим? С тобой, конечно. Я собираюсь на западное побережье. К руинам, затянутым туманам. Да. Ищу одно племя, Квен. Встречалась с ними однажды. Говорят, они приплыли сюда из-за океана. Я надеялась, что ты Накт что-то знают о них. Были слухи о чужаках в том районе, но мы думали, это бандиты. Хикара посылал туда отряд, но я не помню, чтобы они вернулись. Как ты знаешь, были более насущные проблемы. Прости, это все, что я знаю. Ничего. Думаю, я скоро сама выясню. Есть кое-что, что я хотел бы обсудить с тобой. Это личное. Найдется немного времени? Ты сказал, что хочешь о чем-то поговорить. Я разговаривал с Геей. Она рассказала, что зениты усиливают свои тела железными частями. И я подумал, не поможешь мне сделать так же? Ты хочешь себе новую руку? Да. Гея уверена, мы сможем сделать такую штуку, если я достану нужные данные и детали. Она считает, их можно найти там, где Бетта пряталась от зенитов. В старой лаборатории. Ты лучше меня знаешь механизмы мира предтеч. Мне пригодится твоя помощь. Это может быть опасно. Зениты, наверное, еще следят за тем местом. В первый раз нам повезло сбежать оттуда. Ясно. Но, кажется, рискнуть все же стоит. Во имя десятых мы справимся. О, класс, с удовольствием помогу. Что у вас тут интересного произошло? Я нашел подходящее место для тренировок. Да? И где же оно? Снаружи, над лагерем. Там гнездо светокрылов всегда готово к бою. Не думал тренироваться с кем-то, кто не хочет тебя убить? Тогда в тренировках пропадает смысл. Действительно. Нашел что-нибудь, пока готовился? Гея рассказала, как найти записи о военном ремесле мира преддечь. Я знал, что десятые сражались с машинами, как и мы сейчас. Но, похоже, после них воинов-людей не осталось. Позже повелители посылали машины биться с другими машинами. В войнах. За земли и богатство. Денакт хотя бы не боятся рискнуть своими жизнями, если начинается война. Это честный путь. Но, может, еще лучше было бы совсем без воин? Да, конечно. Хикара тоже так считает. Ты изучал с визором что-нибудь еще? Гея показала мне знания, которые ты нашла в пустыне. Я не духовник, но было бы интересно проверить кое-что оттуда. О чем ты? Преддечи считали, что даже посреди пустыни можно услышать шум прибоя. Нужен только панцирь морского животного. Они называли его Раковина. Звучит как-то... Мерзко. Чем ты занимался? Варл спросил о различиях между кланами моего племени. И я рассказал ему историю Тенакт. Сплошь смерти и кровопролитие. Но также великие подвиги и свергнутые тираны. Может, и ты захочешь послушать, когда мы завершим наш поход. С удовольствием. А как Тенакт отдыхают? Ну, когда устают от тренировок. Играем в стычку. Твой друг Азирам Орент неожиданно хорошо играет. Правда, меня он пока не побил. Нужно мыслить тактически. И не забывать о стратегии. Звучит как очередная тренировка. Это она и есть, потому что. Мне пора идти. Впереди долгий путь. Если потребуется подкрепление. И я позову. Сообщу, когда буду у лаборатории. Мы добудем детали для новой руки. Спасибо, Элай. В общем, давай сначала это выполним задание тогда, да? То, что утрачено. Вот, 30 уровень. Ничего, перестрадаем. Теперь, нужно найти бетку. Она ж, по идее, где-то вот здесь ходит. Стоп, нет, не здесь. Это точно не новая комната. Но есть верстак. Но там вряд ли что-то мы сможем прокачать. Спуск. Вот, нет, стоп, не тот спуск нам нужен. Пошли еще посмотрим. Я просто с бетой, в принципе, же не разговаривал вообще, да? Вроде же мы можем с ней пообщаться, не? О, Элай. Стоять. А насчет Гефеста. Элай и Гея хотят, чтобы я помогла им придумать, как поймать Гефеста. Шанс на успехи этой затеи я оцениваю как нулевые, но подумать все-таки стоит. Как минимум по двум причинам. Первое. Без умения Гефа делать машины мы будем беззащитны перед зенитами. Второе. А чем еще мне заняться? Как обычно, для начала надо обозначить проблему. Геф, как и остальные вспомогательные функции, обрел квазиразумность, когда Гея получила сигнал с Сириуса. А когда Гея взорвала себя, чтобы остановить Аида, бежал на поиски нового дома. Однако, в отличие от остальных функций, которые укрывались в любых найденных электронных системах, Геф сделал своим убежищем глобальную сеть, соединяющую все котлы мира. Может быть потому, что отдельная система попросту не могла вместить его. Или он просто выбрал наиболее привычную среду для своего кода. Как бы то ни было, став сетевым призраком, он приступил к исполнению своего чудовищного плана. Он стал внедряться в производительные центры котлов, строить боевых роботов и натравливать их на людей. Чтобы защитить машины терраформирования от разграбления. Началась эскалация конфликта. Охотники людей постепенно учились бороться с машинами-убийцами, а Геф совершенствовал их, делая все более крупными и смертоносными. Но я отвлекаюсь. Для нашей задачи особенно важна децентрализованность Гефа. Элой попросту не сможет запереть его в ядре Гея, как Эфира, Диметру или Посейдона. Он попросту сбежит в любой другой котел, следовательно, его надо как-то запереть. К примеру, в ядре котла, а потом лишить доступа к внешней сети. Но как? На данный момент я этого не знаю. Хуже того, данные Геи указывают на то, что Геф постоянно меняется. Как именно это происходит, я пока не знаю, но его кодовая база продолжает расширяться. Это плохо. Во-первых, это может означать рост эвристической плотности, из-за которого Геи будет сложнее поглотить Гефа. Во-вторых, это подразумевает, что Геф способен переписывать себя, по крайней мере частично. А это ужасно. Вдруг он перепишет протокол доступа, тогда... Нет, даже думать об этом не хочу, Бета. Привет, это я. Что ты хотела? У тебя есть всё для сборки носителей и генераторов. Гея прислала мне чертежи. Всё будет... Скромно. Без возможностей Гефеста, но... Сработает. Но без допуска Омега всё бессмысленно. Я найду его. Просто подготовь носитель к моему возвращению. Ты хоть раз поднималась наверх? Ни разу. Варл иногда спускается ко мне, спрашивает, как дела. Я думала, он следит за моей продуктивностью. Но иногда кажется, что он правда хочет поговорить. Да, думаю, так и есть. Ты общалась с кем-нибудь в лагере? Я общаюсь с геей. Она спрашивает, как у меня дела. И интересуется моим мнением. Не ожидала такого, а ты... Скажи спасибо, Элизабет. Это она дала геи эмоции, а не... Только алгоритмы действий. Знаю. Благодаря независимым личностным суждениям, предыдущая версия геи создала... Тебя. Ну... Да? Наверное. А с кем еще ты общалась, кроме Варла и геи? Зо рассказала о вашей встрече после твоего побега с полигона Аида. И я не знала, что тебя сильно ранили. Если бы зениты убили тебя, все живое на земле погибло бы. Мой побег стал бы напрасным. Но они меня не убили. А благодаря Варлу и Зо, я снова на ногах. Ты сказала, вы с Варлом общаетесь. О чем? Он рассказывал о вашем племени, Нора, и о вашей инициации. И я сказала, что если бы родилась у вас, я бы никогда ее не прошла. К ней и правда нужно долго готовиться. Но в племени живут не только охотники. Думаю, мне бы и другое не подошло. Ну тогда хорошо, что ты не Нора. Подожди-ка, я же вроде спрашивал, не? Что еще расскажешь о Тильде? Она любила поговорить о картинах. А о себе говорила, о своей жизни на земле, как она попала к зенитам и прочее. Она мало рассказывала о себе и злилась, когда я слишком много спрашивала. Но думаю, на земле она была опытным программистом, раз создала виртуальный мир в тайне от других зенитов. Ты знаешь о ней что-нибудь еще, что нам могло бы пригодиться? Она была первым человеком, который говорил со мной. Я не оценивала ее сильные и слабые стороны. Ты сказала, что Тильда показала тебе картины, а также медиафайлы? Каждый раз она показывала новую картину. Думаю, она была голландкой. Ее любимые полотна относились к золотому веку их живописи. Портреты, аллегории, морские пейзажи. Очень много картин. Тебе не понравилось? Мне понравился медиапортал. В нем было столько всего незнакомого. Клипы, шоу, голозаписи. Мне нравилась программа по второму кругу. Про то, как сын вернулся домой, пропав во время кризиса горячей точки. Ясно. А в том портале было что-нибудь о самих зенитах? Что-нибудь полезное? Нет. Вся информация о них была скрыта. Этот тайный виртуальный мир был домом с видом на океан? Я видела гребни волны, слышала, как они разбиваются о скалы. И чайки кричали в небе. А в доме были рамки с ее любимыми картинами, которые менялись вместе с освещением. У нее было любимое кресло. Тильда сидела в нем и смотрела вдаль, пока я изучала дом. Мы проводили там целые часы. Я не хотела уходить. Тильда связалась с тобой через виртуальный мир? В моем интерфейсе обучения появилась новая задача. Когда я ее открыла, случилась серия программных сбоев. Я поняла, что это был шифр транспозиции. Инструкции, как открыть новый виртуальный мир. Когда я вошла в него, привычный интерфейс исчез. Вместо голографических учителей и файлов, я увидела точную копию ее дома. И ты уверена, что другие об этом не узнали? Для них это выглядело, будто я учусь. Одна. Пока у меня все. Ага. Вот такая вот длинная серия, ребята, вышла. На сегодня все. В следующей серии пойдем выполним сайт. Поможем вернуть. Точнее, не поможем вернуть, а попробуем создать руку ему дополнительную, да? Я думаю, к этому идет. Хочу ему очень помочь. Он мужик-то прикольный. Вот. Так что, ребята, вот такие вот пироги. Уже скоро займемся всем этим. Я надеюсь, ребята... Стоп, погоди. Что-то еще здесь есть, да? Прочитаем записку позже, так вот. Не забывайте тыкать пальчики вверх, комментировать, подписываться на канал, на Телеграм, Фейсбук, Твиттер. Подписывайтесь, там новости канала. Подписывайтесь на Твич, там проходят трансляции. На второй канал подписывайтесь, там записи трансляции выкладываются, если вы пропустили. До побережья путь не близкий. Если будут нужны припасы, загляни в срез воды. Это деревня Долинников, к юго-западу от рощи, в самой гуще джунглей. Ясно. Спасибо за совет. Хорошо. Так вот. В общем, все знаете. Все ссылки в описании, ребят. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова